Наши руки не без скуки. Я не могу подрочить при своей кошке. А я не могу дрочить без звука. Ну, что? Зрение что-то падает в мелкие паузы. Голодцы, очки начали носить? Да, очки недавно. Зрение начало давно падать, где-то с класса шестого. То есть, в результате ты это начал дрочить, да? Ну, я не знаю, связано это или нет. Миф это и реальность, но да, это да. Я знаю, что девчонки начинают речь где-то с четырех-пяти. И все эти возбудительные реакции происходят так рано. И, наверное, первый предмет, с которым происходит мастурбация, это подушка или одеяло зажать между ног. Но, вообще, это естественный процесс самопознания. Все это очень круто. Это неотъемный вообще процесс развития человеческого организма у мальчиков и у девочек. Ты вообще помнишь свою первую мастурбацию? Своё первое само лишение девственности? Почти как сейчас. Это было прекрасное утро. Я проснулся. Ну, все знают, пацаны утренние стоят, там все дела. И вот как-то всё само собой случилось. Я даже ничего не понял. Но после этого я просто не мог остановиться. И я дречил, блин, по миллиону раз на день. И тогда я полностью юзал своё, блин, воображение. И я переслал, наверное, со всей школой и со всеми учителями своё воображение. Я надеюсь, кроме трудовика. Ну, конечно, да. Но все одноклассницы и учительницы с вами были в этом списке. Они были замешаны в грязных фантазиях, в грязных делишках. Плюс даже то, что я так себя рисовал, но это нравилось всегда моим одноклассникам. И я даже тут успел завязать. Я себе нарисовал тело женщин, которые я видел в порно. И просто добавлял максимально, передавая там черты лица каких-то своих знакомых одноклассниц этим девушкам. Просто наши руки не без скуки. Да, знали. А я смотрю тебя визуально, да? Нужна визуальная картинка для того, чтобы помаструбировать. Не, ну, это было приятное дополнение, скорее, к процессу. А я не могу дрочить без звука. То есть мне обязательно нужно видео, мне нужно, чтобы присутствовал звук. Да, вот я на слово воспринимаю больше информацию. То есть ты из тех смелых людей, которые включают звук с фону, потому что я всегда обычно звук выключаю. Нет, что у меня чем громче, тем лучше. У меня единственная проблема в том, что я не могу подрочить без своей кошки. Она как только видит, что я улеглась, она не стыдится на грудь. И мне кажется, что она отлавливает по вибрации от меня. Это просто невозможный процесс. У меня нет ноутбука, и я маструбирую с телефона. Поэтому мне кажется, что мне надо было тяжело в левой руке телефон. Здесь вибратор и кицхо. Слышала про такую штуку? Типа некоторые парни любят делать и сполочью присосывать. У тебя не было знакомых? У меня знакомого слова не было. Я слышала, только слышала истории, только читала рассказы. Вот человек, кстати, на мужской анастурбации, Чак Паланик в одном рассказе написал... Твою женщину! Да! Твою женщину! Да, но вообще суть рассказа в том, что парень рассказывает, как он по малолетке занимался ловей женщинга в бассейне. Он каким-то дедективным методом выкупил, что если присесть на... Слив. Да, слив в бассейне, и при этом маструбирует, то получаешь невероятное ощущение. Но, в общем, родители пришлось переехать самоком. Знаете, я не читал книгу эту до того, как посмотрел своим взглядом на свой пылесос. Но, слава Богу, короче, я не додумался туда ничего вставлять из своего тела. Вот, потому что даже наш голубенький советский пылесос, который доживал свои последние дни, все равно тянул нереально жестко. И я не думал, что его потом застрять. И легал себе опасность. Ну, знаешь, Дичуле тоже любители по мастурбировать не самыми подходящими предметами. На страшных форумах рассказывая от гинекологов, когда извлекали из влагалища даже живых хомяков. Черт. Да. Я не понимаю, как он там выжил. Мы уходим в этой области повышенной кислотности. Может, она ему маленький аквариум надела на волны. Маленький пятипоказ. Отправила она в космос. Маленький Гагарин. В сети, когда заходили картинки бюджетный мастурбанк банка, и туда засовываешь эту губку для мытья посуды. Да, и варежка. Да, 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 и перчатка. Перчатка. Но бедность. Вообще не стоит стесняться дрочить. Вообще рекомендую, если особенно вы боитесь скоро закончить эту симфонию, перед свиданкой можно подрочить. Передернуть. Да. Да. Дабы не опозориться. Да. Это не то, что опозор. На самом деле девушки тоже понимают, что любая пластинка рано или поздно закончится. А если вы крутите хардкор, то там максимум полторы минуты. Так что, ну, ничего тут, собственно, нет такого. Между прочим, все мы дрочим и не стесняемся. Если вы до сих пор не дрочите, то... Ну, мы идем к вам. Субтитры сделал DimaTorzok